Внимание! В данном видео все действия выполнены профессионалами с помощью профессионального альпинистского снаряжения. Ни в коем случае не повторяйте увиденное самостоятельно без соответствующих навыков. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Смотрите, с кем я сегодня снимаю видос. Это суперсус, который сжёг мою землянку, говорит, построим новую, и так не построил. И Димон. В общем, ребята меня пригласили сегодня в Киев, и я, честно, не совсем знаю, куда мы с ними идём. Я лишь знаю, что мы сейчас идём на какую-то очень высокую трубу, и мы будем по верёвке вниз спускаться. В общем, расскажите, ребята, нам в двух словах что-то. Расскажи, что-то. Короче, эта труба законсервированная котельной, вниз спустимся, получается, в эту, короче, атомную котельную здоровенную, с моторами, всё, как оно было. В Советском Союзе отключили, поставили сигнализацию, и всё, и закрыли, законсервировали, и ушли. Вот, можно подняться наверх, спуститься по трубе и попасть в котельную. Там много интересного, много заброшенного, как это говорят в Европе сейчас, абандона, интересного, крутого индастриала. Ну и просто провести круто время. Я думаю, что у каждого в детстве возникала когда-либо идея спуститься в трубу котельной или ботец. Посмотрим, что с этого получится. В общем, ребята, смотрите, у нас тут есть с собой такая длинная верёвка. Здесь 300 метров, вот ещё, кстати, она волочится по земле очень много. Там у нас ещё тоже есть верёвки, куча различного снаряжения. В общем, все действия, которые будут в этом видео, они выполнены профессионалами. Мы будем придерживаться максимальной техники безопасности. Всё безопасно, но вам такое повторять не следует. Лучше смотрите видосы, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну, а мы погнали. World of Tanks – это уникальный онлайн-экшен про танковые баталии на огромных картах. Как выжить и не подорваться от первого встречного снаряда? Очень просто. Для начала определись с типом своей боевой машины. Если приглянётся шустрый лёгкий танк, то не лезь на рожон. Быстро заряжай в тыл противника и докладывай о его местоположении своим союзникам, которые настреляют ему по самое не хочу. А можно выбрать самоходную установку и ловко прятаться по кустам, чтобы незаметно бить издалека точными выстрелами в самое слабое место вражеского танка. Ну или вообще не париться, залезть в тяжёлобронированный танк с огромным стволом и выносить врагов целыми пачками. Регистрируйся по моей ссылке в описании и начинай играть. А в качестве бонуса получишь лёгкий танк Т2ЛТ, 400 тысяч кредитов и неделю премиум аккаунта. В бой! И давай утвердим план. Смотрите, нам сейчас нужно перелазить два забора высоких. Один из них с колючей проволокой. И на этом этапе будет два или три разных независимых охранника различных предприятий, потому что тут гаражный кооператив и куча-куча промзон. Давай так, что если кто-то выходит, то нам пофигу, мы кладём болт. Идём просто бронелобом вперёд. Если что, будем говорить, что мы укротелеком, кладём интернет. Если мы на каждого деда будем отвлекаться, то мы никуда не дойдём. Ну да. Если это же будет не совсем агрессивный динозавр, который совсем начнёт ломать нас и крутить, то просто идём на бронелобом прямо. Вплоть даже от того, что мы даже к трубе будем подходить. Если кто-то выбежит и начнёт визжать, если он не будет суперагрессивным, то кладём на него и всё равно лезем. Нам надо залезть наверх и сделать своё дело. Там на трубе нас уже никто не снимет. Аккорд снимали тоже, чтобы все охранники мусора приехали. Тут трубу с соседнего завода. Ну тоже они приехали, ну что, они за тобой лезть будут. Подождали, пока мы спустимся, да и всё. Я, кстати, помню, в 16-м году на московский мост чуваки залезли, приехала полиция, и полицейский ничего у меня не придумал, как за ними по вантам просто наверх полез. По вантам полицейский полез? Да. Он, наверное, просто очень хотел залезть туда и придумал такую... Последний раз было, что поднялось наверх три полицейских, говорит, я за эти сутки уже третий раз поднимаюсь. Куда именно? Наверх на московский. На московский. У нас даже был случай в метро, когда полицейский увидел, что пацаны лезут, прыгнул и побежал за ними по рельсам. Хотя по правилам это строжайше, ему запрещено делать. Так, ребята, вот уже две трубы какие-то. Наша та, что выше или ниже? Наша труба справа 130 метров. То есть та, что выше? Та, что выше, конечно. Мы сейчас поднимемся наверх по внешней лестнице, скинем верёвки внутрь, и всё, и в эту пропасть уже. То есть она точно 130? Потому что если она больше 150, то мы, короче, до дна можем не достать. Не, Серёга, не точно, в том-то и дело. Поэтому вопрос в тебе, как к профессионалу вот этих верёвочных вопросов. Ну, верёвку есть. Если нам не хватит верёвки, что делать? Не знаю. Физически мы сможем наверх подняться? Ну, теоретически, да. Ну, как теоретически? Ну, сложно будет, но сможем. Ну, всё, тогда на удачу рассчитываем. Ну, да. Это информация, это на Вакимапе. Кто-то подписал, что у нас 130 метров. Но это может быть... В принципе, смотри, мы когда залезем наверх, мы можем свесить верёвку по наружу и тем самым померять. Короче, смотри, в чём дело. Смотри, видишь, впереди, мы идём по рельсам, впереди решётка. Вот, за ухом решётка. Вот сразу около решётки справа, будки охранника, которые охраняют уже вот эту территорию. То есть мы сейчас немножечко, не доходя до этой решётки, буквально слева сразу перелазим наш первый завод, но мы попадаем на территорию гражданского кооператива. Чуть-чуть пройдём по их территории. Давай, я залезу на забор, вы мне подойдите вещи. Давай. Я не уверен, что мы отсюда выйдем. Выйдем, выйдем. Наверное, дальше нужно. Нам прямо, нам прямо. Подожди. Здесь забор, посмотри. Всё правильно, нам вот туда. Охо. Охо. С-с-с-с-с-с. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты, кстати, не знаешь, эти мобильные ретрансляторы вред приносят? Приносят, но незначительные. Мы ж не так долго там будем. То есть, если мы недолго будем, то ничего страшного. Десять минут нормально, да. Смотрите, пацаны, мы спустимся вниз, и отсюда идёт три варианта выхода. Первый рукав, вот бетонный. Вон второй рукав. И также есть двери. Может, уже вообще через двери выйдем? А, нет, нам же ж надо в котельную. Может быть, даже под этой вентиляцией, смотри, полезем. Ну, сколько, Серёга? Ну, вряд ли больше, чем 150. Ну, я думаю, больше, чем 150 не должно быть. Я думаю, вообще метров сто. Мы сейчас вылезем наверх, а спустим по наружке вниз верёвку, чтобы померить, чтобы хватило верёвки, чтобы не было казусных всяких ситуаций. Мы увидим её, не стеллипается, но нет. Увидим, всё почувствуем, всё будет чётко. Всё, ребята, первые этапы прошли, дальше наверх. Дальше очень физически сложный будет этап, потому что, ребята, очень много вещей. Хорошо, что я качаюсь. Хорошо, что я качаюсь. ЗОЖ теперь. ЗОЖ, да. Так вот эта верёвка, чтобы вы понимали, ну, сколько, килограмм 15 весит? Больше. Почти 20. 21 это минимум, учитывая, что она грязная, возможно, 25 где-то даже. Пацаны, 25 килограмм. Всё, Сусанин полез первый. А ты дозиметр не брал? Нет. В общем, может, радиация скапливаться на верхушках таких труб. А чего радиация? Ну, из-за того, что там... Ну, в чём смысл этой трубы и её высоты? Она выходит, она выводит, эта труба на большую высоту, вредные выхлопы, понял? Которыми людям нельзя дышать. И там наверху увидишь всё обкопченное, всё полностью покрыто непонятно чем. Я не знаю, чем топит данная котельная, но это, может быть, это же какое-то вредное вещество. Ну, в любом случае, мы там будем не очень долго. Я думаю, что страшного. Прям такого ничего не будет. Тем более, мы уже иммунитет в Чернобыле получили. На соседнем предприятии за спиной ездит какая-то техника, что-то возит, бетонный завод всё-таки. Ну, мы турим наверху. Он уже застрял. Здесь узкий проход, ребят, как застрял. Ну что, друзья, забрались на самый-самый, пока что первый пролёт. Самый-самый первый пролёт. Как впечатляют? Всего их пять? Пять или шесть? Всего пять или шесть. Мы пролезли только один. Соответственно, пролёт сколько? Метров 20-25? Я знаю, что на этих трубах, по-моему, всегда самые высокие. Это первый и последний. Они разные даже. Слушай, Серёха, такой вопрос. Сам процесс спуска на верёвке, он много требует физической напряжённости? Нет, вообще практически не требует, если ты это особенно умеешь делать. Вот если мы внизу трубы никуда не попадём, потом подняться, у нас на троих один жумар. Ну, мы сможем подняться, но это будет реально физически очень просто сложно. Я к тому, что мы поднялись только один пролёт из шести, у меня руки забились уже в мясо. Я уже, ну вот, и руки с трудом. Ну да, это из-за верёвки, потому что она тяжёлая, ты, считай, лишний вес на себя тянешь. Спустимся нормально, вывезем. Так что, ты нажимаешь кнопку и едешь, там ничего такого. Да, там ничего сложного нет. Держися одной рукой за верёвку, вторую и едешь. А ты делал так уже? Да я сколько занимался с пилеологией. А что у тебя уши зелёные? Уши чё зелёные? А. А. В общем, ребята, мы поднялись. Прошло, наверное, полчаса, если не больше. Да, надо было, кстати, засечь время, ну, бля, может и час даже прошёл. Я думаю, дольше будет, честно говоря, идти. Я тоже думал, мы почти на каждом пролёте отдыхали, но поднялись, смотрите, высоко. Я только что, ребята, залез сюда наверх, заглянул туда внутрь, чтобы вы понимали, кто ещё не понял, может быть, мы сейчас будем внутрь трубы спускаться. Давайте я сейчас на метр какой-то поднимусь, покажу вам, куда нам сейчас предстоит лезть. Хочешь пропасть показать? Да, пропасть. Ну, там очень же. В общем, ребята, вот такая вот дырища. Слышишь, Серёга, такой вопрос тебе, вот из всех верёвочных мероприятий, которые ты проделывал, это сегодняшнее мероприятие, как ты оцениваешь по сложности и по опасности? Ну, именно по моей шкале от 1 до 10, то есть 10 это то, что у меня было самое опасное, жёсткое. Ага. То вот это, ну, на четвёрочку, может быть. На четвёрочку? А какие реально тут опасности нам угрожают? Ну, верёвки не хватит, и мы, короче, будем висеть там в трубе 3 недели. Пока МЧС приедем. Без еды, короче, без ничего. Я думаю, там связи не будет, скорее всего, мы даже МЧС не вызовем. А я спрыгну, мне похер. Слышишь, а во время вот самого спуска и процедуры вот этой нам ничего не грозит? Нет, всё будет хорошо, мы будем, как бы, спускаться по одной верёвке, другая будет страховочная и проблем никаких нет. А я занимался сколько простоят, я понимаю, на что идут. Это было бы реально странно, если бы мы сейчас это делали, было бы не страшно. То есть, ну, это необычное что-то, это, ну, реально отчасти может быть опасно, но мы будем, как бы, техники безопасности придерживаться. Но это нормально, когда страшно, это нужно бороть, короче, потом получать от этого кайфовые эмоции. Тем более, что Сусанин говорит уже, там, 5 лет хотел внутрь трубы, если я неправильно понял. Да-да-да, я и на трубу хотел. Поэтому, бля, ну, хотели, надо делать, короче. А сколько, ну, реально, шансов, что мы крякнем? Сто процентов. Не, ну, серьезно скажи. Ну, не знаю, ну, короче, смотри, там, 50 на 50, либо крякнем, либо не крякнем. У меня у деда такое было, говорит, умер. Не, я просто не шучу, чтобы вы понимали, я сейчас не шучу, я очень сильно боюсь высоты. Оставайся тогда осторожнее, так будет лучше. Что, Батяня? Аккуратно, отойди в сторону, нормально, все хватает, веревки, все хорошо. Думаешь, хватает? Не думаю, я знаю, уже половина прошла. Я вижу, уже половина стравил. Она нормально весит, возьми, повесит. Так, да? Нормально, нормально. Классная штука, ты без нажимаешь, короче, кружок, шик, оп, все. Да? Обратного хода немало. А какая скорость спуска? Ты регулируешь эту ручкой, силой нажатия. Петер понял? Ну, полететь там нельзя. Можно, если ты полностью нажмешь вот так и будешь держать. Да. Если ты это отпустишь, ты сразу остановишься. В этом прикол, это классная штука. Отличие от каталки, потому что каталку, даже если ты, как бы, не крутишь, она все равно едет. Ну, восьмерка это. Не восьмерка это. Вот очень похожее устройство для конструкции, ну, называется Grigri. Grigri. То есть оно... Как-то попроще или тоже Petzl? Тоже Petzl, это их разработка. Остальные там бренды, что-то похожее, просто у них копируют. Ага. И все, в принципе, на базе этого сделано. Франк Petzl, видишь, это чувак, который был с перевогом каких-то, конечно, в 1900-х годов. И снарягу придумал Petzl. Это и вовсе. Все, чувак, прикинь, сам сделал. Который в горы ходил. Я 40 лет занимался этими альпинистическими веревками вашими. Мне это вот так вот... Это с Вьетнама все пошло? Это с веревками или раньше? И в Вьетнам, и Чернигов я веревки на приемку сдавал вместе с медью. Ну, короче, я не боюсь, я знаю, ты мне, главное, это вот, в какую сторону барашки закручиваются на этом, на карабинах. А вот я, на самом деле, ребят, немножко очкую, давно уже ничего такого не делал. Вот чего ты боишься, объясни мне. В общем, подготовили сейчас веревки, забрасываем их туда внутрь, подкладываем какие-то протекторы, чтобы веревка не терлась. И будем спускаться. Все, ребята, вот труба. Вот у меня два конца веревки. И сбрасываем их туда внутрь. Осталось там буквально считанные минуты. Сейчас подложим там линолеум, вот этот, чтобы оно не терлось. И мы уже спускаемся. Я сейчас такой мандраж немножко по всему телу, стрёмно. Сусанин говорит, что ему вообще пофиг. Да он балуется, мне за вас стрёмно. Откуда этот линолеум, расскажи, из дома? Да. Это твой старый квартир? Балкон отрезочный. То есть у тебя в балконе дырка теперь там, да? Да я балкон сносить просто буду. Я понял. Ты в новый балкон себе это оставил. Ты как, нервничаешь, Серёга? Ну, честно говоря, да, немножко так волнуюсь. Ну, это, в принципе, нормально. С этим можно что-то делать. Ну ты присматривайся с Сусанином, у него нема опыта совсем. Да, мы будем между собой сразу. Смотри, чтобы он не баловался сразу, раз его, и присёк. Всё, пацаны, всё готово. Полное обмундирование, давай, с Богом. Я надеюсь на вас. Надеюсь, Серёга, на твою компетенцию. Всё будет, надеюсь, хорошо. Но это не точно. Ну, а на мой опыт ты не надеешься. Опыт не пропить. Всё, полетели. Санин, у тебя вообще как конструкция? Кажется надёжная и безопасная или нет? По-барабану. Ну, как эксперт, физик, ядерщик, что скажешь? Всё нормально. Всё, давайте, пацаки. Я просто ебанутый человек. Я вообще, честно, смотрю, что я понавязывал, как-то страшно становится. Он говорит, да вообще нормально всё проканает. Он просто ничего не понимает, что происходит, и принимает на верочку. Стрёмно немножко. Ну, погнали. Так, я выпускаю. Сус, давай, я в тебя верю. Пацаны, высота 150 метров. Я без страха его в глазах. Подержи, пожалуйста. Того. Дай эту левую. У тебя дополнительная страховка есть. Теперь ты ждёшь, пока сбоку тебя станут очень так же. Можешь съехать, чуть-чуть, но не сильно. Сильно, но резко идёт. Слушай, давай ты не будешь пока ехать, я встегнусь, и мы вместе поедем. Когда будем друг другу привязаны, вдруг ты сильно поедешь просто. Хорошо? Всё, пацаки, вы полетели? Да. Сус, допустующее слово. Всё, давайте, ребята, всё это всё вижу, надеюсь, очень сильно. Целые и невредимые. Да. Очень неудобно. Пацаки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, потому что эти все нечеловеческие старания для вас. Должен вот так стать, как я, ногами. От стены подальше, ногами. Выпьем ноги. Давай жопу 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 жопу. Руку зажевала? Да. Прямые ноги, прямые ноги, ноги прямые. Серёга, проведи базовый инструктаж, потому что Савин, походу, не совсем понимает вообще шаги. Он всё понимает, он просто забыл. Понимаешь, человек, большой жизненный опыт. Как бы, он просто забыл меня. Наверх уже не будем перестать. Всё, ногами вот так, всё, когда никогда не ходишь. По чуть-чуть вытравливаешь и ногами спускаешься. Слез, селезный. Чуваки, снимаем новый влог. Пацаны стараются для вас. Супер Сус, Серёга Трейсер. Подписывайтесь на канал. Все эти невероятные старания и риски только для вас. 150 метров. Всё, видите, ребята, буквально там, сколько, минута опыта. Виталик всё вспомнил. И у него, смотрите, как получается. Сейчас лишь бы я успевал за ним. Смотри аккуратно, видишь, что шляпываешь ногами по чернеху, поднимает дьявольскую руку. Ну, ребята, до первого конца дошли, первый пролет, прошли первых 15-20 метров. Переде ещё соточка, одно кольцо, нам нужно их 6 проехать. Что, Серёга, а как настроение? Настроение классное, но смотри, мы пару метров проехали, подняли большую пыль, нужно как-то осторожней. Смотрите, ребята, вот это всё штукатурка. Кто-то, вот как мы, промальповцы, ну мы не промальповцы, но мы типа там альпинисты. Залазил, и вот так это всё дело штукатурил здесь. Там же было написано ДМП, это военные делали. Ну, может быть. ДМП осень. Каких-то стройбатов, короче, сюда подняли пацанюр, молодой. Короче, это, пыль реально большая. Давай стараемся много не пылить, чтобы мы там не задохнулись. Ну и по-быстренькому спустимся. Давай, поехали. Давай. Что, я с вами, Суперсус, у Сергея Трейсера сегодня в гостях делаем такие вещи, что мне на голову не налазить. Я такого ещё никогда не делал. Это тебе месть за мою землянку. Как ты гад. Серёга мстит, короче, да? Да, Серёга? Ты говорила. Меся пылить, да? Угу. Ну, это удобнейшая каталка, кстати. Это безопаснее. Да? Да. Что по-насилателю, короче? Ну, это Рих, это Гри-Гри. А чем-то отличается. Фашизм. Короче, ребята, Серёга мне даёт уроки. Я-то во Вьетнаме прошёл это всё. А мне сейчас Серёга по молодухе даёт, короче, именно, как... Учит меня, как правильно пользоваться. Это настолько круто, именно. Я люблю, когда сусланина что-то учат. Ох. Это реально здорово и стоит этого. Ребята, не бойтесь чего-то нового. Учиться. Это так круто. Я вот не пользуюсь таким устаряжением. Остановись, у нас сейчас верёвка закончится. В смысле? Которая связывает нас. А, извините. А, в общем, шо, ребята, дальше темно будет, скорее всего, придётся фонарь включать. Хотя я ещё вижу. Ну, ладно, поехали. Короче, сусанин. Если оборвётся верёвка, вот так держимся друг за друга ногами. Вау, вот это аттракцион, ребята. Вот это аттракцион. Я настоящий мужчина. Вот это, ты понял, какие у меня эмоции сейчас? Самые мощные. Капец, шо б ты знал, Серёга. Вот в таких ситуациях, это, знаешь, именно плечо друга вокруг. Рядом, которое находится. Спасибо тебе. И тебе спасибо. Вот это здорово. Вот это я понимаю, именно мужские разбегающие. Это вам не по 13 погладить. Ну, шо, ребята, осталась совсем фигня. 20 метров. Я, кстати, вижу, совсем немного верёвки лежит внизу. То есть нам ровно её хватило. Это круто. Шо, буквально ещё сусанин минуты две, и мы снизу. Как у тебя ощущения? Да страшно. Ну, нет, тоже. Хотя, уже почти спустились. Ты бы ещё раз повторил это всё? Шо, шо? Ну, это если бы нам надо было ещё раз спуститься, ты бы спустился ещё раз? Да. Без проблем. Я с тобой бы. С другим паникем не полез. Спасибо тебе. Ну, это очень приятно такие. Нет, ну, я в такие ситуации как бы не лгу. Я в такие ситуации... Я говорю очень тесно, потому что это реально истно. Нет, честно. Это страх, это эмоции, ты понимаешь? Вот это самое мощное, я считаю, я не знаю. Но, скорее всего, настоящие наши подписчики это именно и ценят. В такие ситуации, сидя на диване сейчас, пья чай и кушая бублики, вы понимаете, что наша жизнь сейчас находится на вот этом вот тросике. На одном и на втором. И какие у меня эмоции сейчас. Я не боюсь, в принципе, ничего. Как бы, ну, мне особо терять нечего. Но, блин, всё равно, как бы, инструктивно-то страшно. Ну, так к слову, ребята, скажу, это профессиональная альпинистская верёвка. То есть, ну, выглядит она тоненькой, но она держит очень много. Всё, ребята. Вот это да. Ну, чё, Сусанин, как эмоции? Спасибо, Серёга, большой. Тебе тоже спасибо. Это было круто. Поначалу, конечно, такое себе сомнительное что-то было, но потом сразу вспомнился как-то у Сусанина его вьетнамский опыт, там, десантура, все дела. Слушай, я даже наблюдаю со стороны... Я, короче, еле успевал за ним, на самом деле. Я, наблюдая со стороны, могу сказать, что всё мероприятие чётко делится на до и после. Чётко существует какой-то момент, когда весь страх и мандраж полностью уходит в ноль. И остаётся только, ну, кайф и удовольствие. Ну, вот, кстати, то, о чём я говорил, я вроде это не на камеру говорил, вот, чем больше тебе вначале страшно, тем больше потом кайфа ты испытаешь. Я уже потом уходил и слышал ваши голоса, уже видно было, что вы чисто кайфуете, украете. Эта штука кажется бесконечной, когда ты едешь. Я три раза понял, сильно нагрузил, я такой штукой просто никогда не пользуюсь. Она резко поехала, и каждый метр верёвки — это полметра этой вот динамики. То есть ты отпускаешь, ты летишь, а потом так... И вверх, короче, это как на резине. Ну, это ж чревато тем, что верёвками тянет. Просто, допустим, статическая верёвка, к примеру, там, ты метр берёшь, она на 5 миллиметров тянется, ты этого не чувствуешь. Но когда у тебя над головой там 100-150 метров, ты вот эти 5 миллиметров множишь на количество метров, и получается там у тебя такой пружинистый момент, там, в полметра, в метр идёт. И это когда ты висишь, очень страшно. Хотя понимаю, что так вроде должно быть, но страшно всё равно. Серёга, как Сусанин показался в имя спусков? Отлично, показал себя. Вначале немножко волновался, потом как-то уже притыкался, уверенно. Ну, он как бы просто раньше с таким устройством не работал, но быстро разобрался. Всё было чётко, мы быстро спертились. Ну, реально мандраж у меня до сих пор, капец. Не баловался там? Да, не, ну чё я баловался. Ну, я тоже много раз спускался, было страшно. Так что, Сусанин, всё нормально, ты классно справился, давай ещё раз. Спасибо. Е-е-е-е! Мы сделали это, повреки своему страху. Посмотрите, пацаны, будет вам видно, вон наверху 150 метров, вон наше отверстие. 150 метров на верёвке. Я уже сам жалею, что не спустился. Это со стороны выглядело очень чётко. Честно, Дим, хорошо, что ты не спускался, было бы крайне неудобно. Я так и понял. Я вот реально сам висел, если бы на меня ещё кто-то, допустим, висел бы, то, блин, ну, спустились бы, конечно, просто реально было бы мега некомфортно и страшно. Смотри, это всё пепел. Посмотрите, пацаны, это всё пепел, ноги утопают. Я вообще-то думал, что и чёрные слезы, а там понял, в основном вот эта вся херня, это не пепел, это всё смола, понял, оно такое текло по стенам видно. Мы вначале немножко пыль подняли, потом договорились с ногами сильно не шуршать по стенке и нормально спустились, классно было. Мне даже понравилось. Я бы ещё, не, я бы больше не спускался, так и страшно. Ну, есть ещё труба троеченская ТЭЦ, 270 метров. Ну, можно будет, но я не знаю. Саня, ты 270 метров потянешь? Не, я не полезу туда. Я тоже, честно говоря, не очень хочу, но, в принципе, если там подписчики сильно захотят, там наставят много лайков, как-то проявят активность под этим видосом, то я думаю, мы что-то придумаем. Мы как-то там заломаем Сусанина и принудительно его туда, короче. Страшно, мы уже стихии подземелья, и тут ничего не страшного. Такой вот тоннель, идёмте посмотрим, куда он нас приведёт. Смотри, какие тюремные окошечки, как в клипе Телелитомонозоны. Ого, там мы только что-то... А, не, мутор, мутор. Помнишь, где он на лодке плывёт, и он сидит весь клип в такой ямке, и ему молочко на блюдочке. Сейчас на высоте какого-то второго или третьего этажа, просто если эта железка провалится, то ты и полетишь вниз. Смотри, аккуратно. Я думаю, она не должна провалиться. Давайте просто держать расстояние, будем друг от друга, чтобы если полетел, то не все вместе. Ты пошёл первый на разведку? Сус. Ну да. Опа, полиция. Да это холодно, здесь всё нормально. То есть без мусорки скинешь мне. Ну смотри, по этому тоннелю шёл пар. Сейчас проверим, сможет ли по нему идти человек. Как думаешь, Стерла, выйдем в здание? Я думаю, выйдем. Так или иначе, рано или поздно пролезем. Но здесь, конечно, когда труба работала, здесь бы мы не постояли вот так. Всё, я прыгнул с рюкзаком. Отходи, чтобы это здесь ещё провалилось. Мы всё вместе. Всё видно. Это, получается, вентиляция была, да? Да. Никуда мы не попадём тут. Что там? Нима ничего. В смысле ничего нету? Ну всё, приехали. А что это, короче, за крыльчатка такая? Круто, не к нам её. Это что, что гнало воздух? А, ну да, кстати. Прикольно. Вот вопрос, если снизу... Ааа, блядь! Ты шо? Аккуратно, что? Это было очень больно. Ногу засосало в железке? Да. Болит очень сильно, я не знаю. Ну, вроде пальцами шевелю. Ты посмотри, какое оно массивное. Оно может на туре человека перемолоть. Да, оно реально... Мне очень больно. Ну всё, идём через окно тогда в здание влезем. Короче, тупик. Идём куда-то. Через окно сейчас тогда пролезем. В общем, ребята, возле той крыльчатки, которая чуть не заживала мою ногу, мы не смогли пробраться. Она получается, вон, смотрите, где-то туда вниз ведёт. И там, короче, ну, либо тупик, либо мы просто оттуда не выберемся. В общем, нам сейчас задача, нужно попасть в вот эту теплицу. Сейчас спускаемся с Тусанином по лестнице вниз. Да, вот. Вот этой лестнице мы спускаемся вниз. И вон через вот то, либо другое какое-то разбитое окно сейчас попадём внутрь вот этой теплицы. На руку. Да, ну стой. Блядь, а что ты взялся? Ничего, руку взял. Понимай. Всё, держи меня. На руку. Есть? На руку не нужно. Не, а на сверху. Тусанин, расскажи, куда мы попали. Моторный отсек всего, это, короче, дело. Самое главное. Моторный отсек бетонного завода. Да. А вот зачем на бетонном заводе теплица? Очень много тепла выделялось. Чтобы вы зря не расходовать, сделали теплицу. Ну, так делают. Натуре? 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 Ну, конечно. Просто как-то для меня все-таки несовместимые немножко вещи. То есть, вроде бетон делают, вроде что-то выращивают. Идёмте, ребята, на второй этаж. Сейчас встретимся с Димой. Кстати, смотрите, как красиво всё выглядит. Вот, смотрите, ребята, такой датчик движения. Мы-то к нему близко подошли, потому что он либо отключен, либо мы уже спалились, но он не моргает, наверное, скорее всего, отключен. Да, отключено 100%. Да, я тоже думаю, что отключим, потому что уже, возможно, что-то сработало. Да, тем более, помещение заброшено, вряд ли. Тут кто-то прям настолько... Нет, тут через стену действующая котельная, и тут пацаны сидят буквально через стену от нас. Там они, да? Но это отключено 100%, нормально. Короче, тут что самое интересное, это летняя кухня, или как это правильно называется? Теплица. Теплица. Что стёкла мы с той стороны видели. Да. Это степически самая красивая вообще в этом здании штука. Опа, прошу. Как раз вечернее солнышко. Короче, здесь, чтобы вы понимали, сотрудники сами для себя выращивали овощи съестные. Что нам росло? Помидоры, огурцы. Ну, теперь понятно, потому что... Тут росло, пацаны-то сами в столовую несли и хавали. Я как раз задавался этим вопросом, почему на бетонном заводе теплица... Ну, да, я уже понял. Выделяется куча тепла, его некуда девать. Как в спецобъекте в метро. Там эти вот, фильтровые установки воздуховодные. Моторы сильно нагнетают воздух, подумали, что тепло... Тоже у тебя такие уставшие глаза, ты как будто реально поддатый немножко. Да я встал немного. Так вы же знаешь, речь тянущаяся немножко. Нормально. И это, в спецобъекте тоже самое было. Огромные вентиляционные установки, зря воздух не теряют, они баню сделали на этом фоне. Прикольно. Я прикидываю, как здесь красиво было, когда, знаете, все зеленое было, сейчас оно такое, видите, неухоженное, пересохшее. Тем не менее, ты можешь видеть боевое величие. Видео подходит уже к концу. Сус, тебе понравилось? Да! Мне тоже понравилось. Было страшно. Сус, короче, все время вел себя так, знаете, как будто ему не страшно, но потом были испуганные глаза. Ну, у меня, наверное, тоже были испуганные глаза, потому что реально было страшно. Но нам понравилось, видосик классный. Все эти старания, ребята, вы же понимаете, ради вас. Поэтому я надеюсь, что вы, короче, там, кучу лайков наставите, напишите много комментариев, напишите там в комменты мне и заходите на канал Суса, пишите ему, пускай мне обещанную землянку строят. Потому что, ну, сжечь-сжег, сказал, построим новую. Ты сказал, я тебе помогу новую построить, если не ошибаюсь. Не, найду тебе другую, у какого-то отожмем пойдем. Заходите, ребята, на канал к Сусанину, там я, Сусанин, Дима лазили в метро. Этого ролика нет у меня на канале, но он есть у них. Мы снимали его там месяца два назад, в общем, ролик. Это когда метро было, мы ходили. Когда карантин был, да. Переходите на канал, смотрите там это видео, другие видосы ребята снимают классные видео. Пишите, чтобы новую землянку мне строил. Ну что, давай, Сус, что-то на прощание. Скажи такое классное. Спасибо тебе большое. Ваши подписчики, привет. Нашим подписчикам привет. Заходите. Как говорится, дружите с нашими подписчиками. Спасибо, что смотрите. Для вас постарались сегодня. Вон туда забрались. Тебе, Серега, отдельно. Спасибо за то, что победил мой страх. Тебе тоже, Сусанин, большое спасибо. Димон, спасибо большое. Ты нам, ну, мы тебе очень благодарны, потому что ты нам сегодня открыл некоторые новые грани. Мы сделали новые вещи, которых не делали раньше. И, друзья, я вам скажу, что в реале в жизни это гораздо жестче, чем на видео. Поэтому, Серега, тебе респект. Ты профессионал. Ты когда обращался с этими всеми веревками и карабинами, мы полностью завалили и слушали тебя, поэтому респект и уважуха. Да, я уже давно просто этим не пользуюсь. Я уже забыл даже, а ты мне... Я в последнее время тоже мало пользуюсь этим всем, но уже все-таки 11 лет занимаюсь. В общем, ребята, такой вот видос. Всем до новых встреч. Всем пока. Йоу. Также, друзья, хочу поблагодарить моего друга Андрея, который с помощью квадрокоптера снял мне классные кадры. Если вам нужна аэросъемка по адекватному ценнику, контакты Андрея вы видите на экране и в описании.